Итак, дорогие друзья, уважаемые болельщики, мы приветствуем вас на втором полуфинале чемпионата России сезона 2013 года. Матч, который встречаются команды Родан, город Волгоград и Динамо, город Москва. Представляем судейскую бригаду матча. Первая судья Роман Морисов, город Сочи. Вторая судья Егор Шаков, город Брян. Третья судья Виталий Левченко, город Москва. И студья Шотомедлист Дмитрий Кисловский, город Пенда. Со второй трающих команд Родан, город Волгоград выступает сегодня полностью в белой форме. Капитан команды номер второй Андрей Панчатов. Номер первый Максим Чушков. Номер шестой Дмитрий Шишин. Номер пятый Жил Павлов. Номер двадцать второй Олег Московой. Номер восьмой Мауре Синьо. Номер одиннадцатый Михаил Чирляев. Номер третий Сергей Леведев. Номер седьмой Факсинску Крутиев. Номер девятый Андрея Лев. Номер двадцатый Антон Гриф. Главный тренер команды Эмиль Жаваров. Уважаемые болезньщики, я еще раз попрошу ваших аплодисментов для команды Родан, город Волгоград. Команда Динамо, город Москва. Выступает сегодня в традиционной белой форме. Капитан команды номер шестердый Алексей Харманов. Номер первый Игорь Алиев. Номер восьмой Роман Почер. Номер девятый Олег Сморожский. Номер одиннадцатый Александр Гернинчук. Номер десятый Иван Бустриков. Номер шестой Алексей Форенко. Номер второй Юрий Готов. Номер седьмой Денис Сорокин. Номер тренадцатый Глеб Полка. Номер семнадцатый Сергей Тушников. Номер двадцать второй Дмитрий Педоренко. Главный тренер команды Максим Копейкин. Дорогие друзья, уважаемые болельщики. Я попросу еще раз паспорта паспорта паспорта. Некомендую Истинова. Город Астан. Город Астан. Город! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В начале второго полуфинала только что произошло, во многом даже, наверное, историческое событие для российского пляжного футбола. Нарушена фегемония Морковского локомотива. Не стало железнодорожности чемпионами России в этом сезоне уже в любых обстоятельствах. Поборются только лишь за тронзовые награды. Первый финалист чемпионата России этого сезона – Санкт-Петербургский «Кристалл». И так или иначе, у нас будет новый «Четион», потому что не «Кристалл» ни отойдет в путь. Команд, который еще не начал шанс попасть в финал «Ротар» и «Динамо», никогда чемпионами не остановились. Так что в российском праздновании в поле будет новый «Корелл», говорится. В том день теперь все внимание к матчу «Ротар» и «Динамо». Он, естественно, за предыдущие дни я уже подробно представлял «Ротар». Наверное, уже сегодня два делать не буду, и на «Коррот» уже, походу, матчи какие-то лежали. Этим двух коллективам буду говорить. Надо обязательно отметить тот факт, что насколько «Динамо» пробивалась в Суперлигу российского футбола в этом году через «Коллификацию». И вот представьте себе, стартовав только лишь «Коллификации», «Динамо» уже добрались до полу «Динамо» чемпионата России. И в «Волгограде», и в «Самаре». «Динамо» также выходили в четвертую сильнейшую. В «Волгограде» на первом этапе чемпионата России «Московские динамо» заняли четвертое место. Ну а на этапе «Самаре», на втором этапе чемпионата России футболисты «Московской динамо» заняли никого шинейчее место, а «Баре» над «Кидестал» по счетам. Что называется «Волгоградского «Ротар»?» «Кидат» сначала последний за этой атакой. «Дилпау» Александр Тармичев. Александр Тармичев чисто отбирает мяч. И в «Волгограде», «Самаре» не добирается. Так вот, футболисты «Ротара» на предыдущих «Московских динамо» в «Московской динамо» неизменно выходили в финал. Неизменно. И в «Волгограде», и в «Самаре» играли в финале. Подопечные имели «Забарова», но и за «Динамо» нанимали второе место. В «Волгограде» уступить в «Локомансину», а, соответственно, «Самаре» уступить в «Кидсталу». В прошлом сезоне по полиции «Волгоградского ротара» заняли 5-ое место, 6-ое суток чемпионата России. А вот «Московские динамо» всегда не попали в суперфинал. В прошлом году в «Велоголубые» в суперфинале не играли. Но при этом у «Динамо» есть великолепное достижение уже после того, что закончился чемпионат России. И на кубке России прошлого сезона, который сейчас проходил в «Кидстане» в этом стадионе, «Московские динамо» стоили в «Восфинал». В «Восфинал» все уступили «Московского локомансива». Здоровье, если на кубке, но это не достижение. Селкало вам. А это куда-то в поворот, а не пульсай. А это куда-то в «Московские динамо». «Московские динамо» осторожно начинают этот матч команды, но это неизбелительно. Второй готов к финалу. Дмитрий Шишев! И старта! Баска «Ворота» «Динамо» в этом эпизоре. Первый, что-то настоящий, опасный момент в этом матче. Супер-бомбардир мировой взгляд на футбол от Дмитрий Шишев. К дальней дистанции приложился. Игорь Олегов мяч отъел. На них выборイ? Они считают правы. Что-то womenщик изъентства. Запокуção. Отпоря Ridgejua. Супер-бомбардир митрий шишев. Браво Василию Жушкову! Вратарь у нас сыграл в этой победе выше всяких фахалов. Пятый лучший игрок на первом периоде. И на 5-й раз все-таки на мяча в этом моменте 27 кустов. Еще один амблев Болтон. И на боковой отправился Сергей Прошукова. Выстоконен через своего бутаря. Здесь стоит динамо на этом моменте. Джилл Пауло. Поднимаем мяч. Передача. И украинский легионер Динамо Александр Хорненчук играет на капитанской команде Алексея Корзанова. Три легионера из Украины. Александр Хорненчук, Олег Сворорский и Роман Пачиш. Игрок артборной Украины сейчас на динамо. Что касается Романа, то есть два бракиста. Номер 8-й Мауриси, номер 5 Дежил Пауло. И также украинский легионер Олег Московой. Игрок горнона под тубал. Трех гагионеров может иметь между envор аккаунтой команды. Участiance чемпионата с Россией поберет от Романа и Бекущей. Игорь Анатольевич, Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, Игорь Анатольевич. 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 Нарушения правила не было в эпизоде, и Роман Пачев из боковой линии делал течь в игру. 30 секунд. Остаётся сыграть Команда в первом сериале. Игорь Олегович, мячом. Передача на капитана Алексея Колбарова. Здесь капитан Жиротар. Нет, всё-таки угловой, всё-таки угловой. Слева плаца своя оттенка выполнена на сцене. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Колбанов. Прямойный галер с Дуброва. На 13 секунд. Кто завершили первого трюля? Товарища, в этом матче. 1-0. Динамо выходит вперёд. А там забит в мячах Алексей Колбанов. Динамо Москва. Всё, вот такая вот неожиданная, как сам из первого периода. И на этот, дорогие друзья, первый период завершаю. Ваши аплодисменты, уважаемые мальчики для Команда. Афилон Дина. Второй период. Второго полуфинала. Рота начинает с центра. Болевого рейтинга. Передачилёт на правую рейтингу. Болу-балу. Игорь Владимирович на мячах. Боле побивает. Болу-балу. 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 Ну что ж, аж иной. Идава впереди. Неожиданная концовка первого периода, когда с прямым ударом с углового на лифи Колбанов отправил мяч в ворота Максима Шушкова. И вывел свою команду вперёд. 1-0. Конечно, с огромным трёхом, когда эти матчи наблюдают. Передачил три стола. Один. Один из этих двух команд будет запах под соперником по финалу чемпионата России. Но пока Игоря Ленина. Играет на Александра Танюшука. Класс. Идава. Светлана. Светлана. Играть. Класс. Играть. Класс. Класс. Пару-пару-пару, назначаются финальти. Миновцы сейчас будут побивать финальти. Иван Костников это сделал. Пару-пару-пару-пару. Пару-пару-пару. Пару-пару-пару-пару-пару. Пару-пару-пару-пару. Пару-пару-пару. Пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...